МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В моменте происходит подготовка к бетону. Здесь у нас находится морская галка, где люди будут отдыхать. Продолжается реконструкция Наташинского парка. Семья – это самое большое счастье и самое настоящее богатство. Берегите друг друга. В инженерно-технологическом лицее провели фестиваль детского творчества. Я очень рада, что у меня сегодня получилось ориентирование и получилось все-таки занять почетное место. Завершилось первенство и Кубок России по спортивному ориентированию на велосипедах. А теперь подробнее о всех событиях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе и рассказали о предстоящих планах. Подробности в следующем сюжете. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начинаем наше совещание. Сегодня у нас ряд вопросов. От Михаила Владимировича ждем подробный доклад о работе в сфере НТО. Как ведется работа по демонтажу незаконных объектов. Недавно люди просили снести объект, который пытались установить на Наташинском парке. Как проводится системная работа по этому направлению. Борьба с несанкционированными торговыми объектами – одна из ключевых тем на оперативном совещании. Ежедневно территорию всего городского округа обследуют на наличие киосков, павильонов и магазинов, которые нарушают требования безопасности и работают без разрешительной документации. С начала этого года в Люберцах выявлено 65 таких торговых точек. 31 объект уже демонтировали. Администрация при выявлении незаконных объектов выдает предписание о демонтаже. У владельца есть срок для добровольного проведения работы. В случае неисполнения требования о демонтаже в установленный срок, осуществляется принудительный демонтаж объектов с участием специализированной организации. В том числе по решению суда. По адресу город Люберц, улица Шевлякова, у дома 25, демонтаж был произведен по вашему, Владимиру Михайловичу, поручению в связи с просьбами жителей нашего округа. Если предприниматели идут на улучшение внешнего облика, улучшение своих торговых объектов, конечно, сноса никакого не должно быть. Снос только там, где полностью незаконно стоят на коммуникациях, либо уже договора просрочены и не хотят ничего не найти. 18 мая в Московской области стартовал традиционный туристический проект «Лето в Подмосковье». Жители и гостей городского округа Люберца ждут культурные события, театральные музыкальные фестивали, а также концерты под открытым небом, ярмарки и творческие мастер-классы. Этим летом вас ожидают 17 уникальных городских и областных проектов. До конца только июня на территории парков городского округа Люберца запланировано около 185 мероприятий. Из них 45 творческой направленности, 50 развлекательных, 30 культурно-просветительских и 70 спортивных мероприятий. Яркой кульминацией проекта станет празднование Дня города. В этом году оно состоится в последний день лета, 31 августа. Тогда же состоится подведение итогов конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком». «Коллеги, у нас по повестке все доклады, есть предложения, дополнения. Если нет, предлагаю двигаться дальше по работе. Хорошая рабочая неделя». Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз в работу взяли обращение людей, которые проживают в центральной части города. Как известно, сейчас там проходит реконструкция самой крупной магистрали округа – Октябрьского проспекта. Тему продолжит Луиза Игия Зарян. Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Смирновская – так называемый крест. Центр города и участок с самым интенсивным движением. Сейчас, чтобы перейти с одной стороны на другую, пешеходам приходится преодолевать целый квест. Причиной тому – затягивание сроков строительства подземного перехода. Подрядчик обещал сдать объект к концу прошлого года. Но пока эта территория остается большой строительной площадкой. «Напрягает отсутствие переходов, потому что действительно, так бы дети у меня со двора перешли бы дорогу, и как раз в первую школу бы отправились, а то им приходится три раза переходить дорогу, а это время и это опасно». «Бегаем кто как, как зайцы, по-другому не скажешь. Сломать-то сломали, а делать, строить что-то будут, и деревья возводить хотя бы. Ну, все снесли, вы же видите». «Чтобы детям перейти с той стороны в первую школу, они тратят по 15 минут времени на пешеходном переходе. Светофор так работает». На встрече в формате выездной администрации у жителей была возможность высказать свое недовольство и получить ответ на главный вопрос – когда завершится большая стройка на Октябрьском проспекте. «Сейчас ведутся работы по завершению строительной части пешеходного перехода на улице Красная. Там монолитные работы на стадии завершения. В планах этот пешеходный переход завершить к концу лета полностью с отделкой, со всеми инженерными коммуникациями, предусмотренными в этом переходе». «Второй пешеходный переход у нас находится на пересечении Октябрьского и Смирновской улицы. На той неделе была согласована схема ГИБДД для перепуска движения для строительства. В середине июня планируется приступить к работам. Второй будет в конце года». Ложиться в эти стройки пообещали и главе городского округа Люберцы Владимиру Волкову. У жителей есть претензии к благоустройству территорию новой эстакады. Незавершенные работы доставляют неудобства и портят облик города. «Вам говорили, вашим сотрудникам, 25 раз уже про газон, про тротуар, который нужно восстановить, про доски, которые нужно убрать, про поддоны, которые уже тут второй год лежат на колодцах. С ними ничего не происходит. Жители задают вопрос по той стороне дороги у моста, у мостового сооружения. Он вообще безобразие. «Благоустройство отсутствует. Все заборы исписаны, разбиты. Обманули с переходом. Задача была до 1 января открыть. Клятвенно обещали. Хотьёк к Новому году открываем. До сих пор никакого перехода нет». «Ждут, когда кого-то задавить, что ли? Ну что ж такое, товарищи?» В присутствии жителей и представителя дирекции дорожного строительства руководитель подрядной организации пообещал привести в порядок территорию в течение двух недель. Все вопросы, связанные с реконструкцией Октябрьского проспекта, глава округа держит на особом контроле. Луиза и Геозарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Этим летом в городском округе Люберцы стартует реализация масштабного проекта «Благоустройство прибрежной зоны Черного озера и создание вокруг него парка дружбы». Мост, который возведут над водоемом, соединит Москву и Московскую область. Проект долгожданный, вызывает много вопросов у жителей. Представители администрации округа и проектировщики дали на них ответы. Кусочек природы между двумя крупными жилыми комплексами «Черное озеро» находится на границе микрорайонов Некрасовка и Зенина. Около 15 гектаров земли вокруг водоема принадлежит Москве, а более трех с половиной находится на балансе Люберец. Уже в этом месяце столица передаст собственность округа свой земельный участок. И с этого момента стартует строительство парка дружбы. «Как обещали, каждый шаг, весь проект согласовывать с жителями, показывать, что было в первом приближении. Нашими архитекторами предложено, в первую очередь, конечно же, этот мост. Наши жители микрорайона Зенина, те, кто идут пешком до метро, приблизительное расстояние составляет два километра. Благодаря тому, что мост будет реализован, это расстояние сократится на километр». Мост – ключевой и самый сложный объект в этом проекте. Вокруг озера появится современная зона отдыха, детские спортивные игровые зоны, смотровая площадка, амфитеатр, опоры освещения. И вся территория под прицелом камер, подключенных к системе «Безопасный регион». «Разработан вариант моста, позволяющий подход не только на московскую сторону, но и ответвлением в парк. В июле-августе начнем отсыпать дамбу, с которой будет осуществляться строительство. В данный момент осуществляем изыскание для определения оптимальных конструктивных решений». «Также благоустройство, естественно, вдоль этой набережной, где мы с вами стоим. Порядка где-то трех метров, предполагаем, набережную вдоль буквально всего этого жилого массива, с отдельными площадками, с амфитеатрами небольшими. Само озеро так и останется в природном исполнении, без всяких жестких бетонных набережных. Есть обход вот с той стороны, которая вдоль берега. Там тоже предполагается деревянный настил порядка 600 метров, чтобы можно было закольцевать этот маршрут». «Я в 22-м году Воробьеву Андрею Юрьевичу отправила заявку на реконструкцию нашего озера Черное. Мне пришел ответ, что этот вопрос будет рассматриваться в 23-м году. В 23-м году Андрей Юрьевич позвонил мне, и мы разговаривали с ним по видео, и договорились, что реконструкция озера будет проходить 25 мая, в 24-м году. Вот оно и случилось. А я думаю, что это шикарно. Это шикарно. Во-первых, и для детей хорошо, и для таких, как я, в общем-то, очень удобно прийти, подышать». Проект масштабный, имеет ряд особенностей. Вместе с водоемом площадь благоустройства превысит 40 гектаров. Для того, чтобы реализовать все, что изображено на этих картинках, подрядчикам понадобится два года. Завершение работ запланировано в ноябре 2025-го. В городском округе продолжается ремонт дорог. В план этого года попало 10 участков муниципальной сети общей протяженностью более 8 километров. По каким адресам работы уже завершены и где еще предстоит навести порядок, выяснял наш корреспондент. Работы на этом участке в жилом комплексе «Малая Павлина» стартовали в начале мая. Эту локацию выбрали сами жители путем голосования на портале «Добродел». Здесь полностью обновили тротуар и дорожное покрытие. Протяженность свыше километра. Сейчас рабочие наносят последние штрихи. Ремонт дорог в городском округе идет согласно графику. Работы по семи адресам уже завершены. Под обновление попали те участки, по которым поступало наибольшее количество обращений от жителей и на которые обратила внимание служба контроля состояния дорог. Завершены работы в поселке Октябрьском. Это улица 60 лет. На той неделе также были выполнены работы по улице Ломоносова. Непосредственно в самих Люберцах было выполнено три дороги. Это улица от Октябрьского проспекта до улицы электрификации, улица Хлебозаводская. Был отремонтирован также тротуар на всю ее протяженность. Социально важным являлось отремонтировать улицу от Южной до Новозезанского шоссе. Участок дороги, который был очень разбит, также набрал немалое количество голосов на сайте Добродел. Ремонт муниципальных дорог предстоит еще в Малаховке и Краскове. План этого года будет выполнен до 10 июня. После завершения работ на каждом участке, где положили новый асфальт, проводят экспертизу, чтобы убедиться в его качестве и надежности. Луиза и Геасарян, Петр Пономаренко, Артем Морозов, телеканал ЛРТ. Преображение одной из главных зон отдыха в Люберцах продолжается. К благоустройству Наташинского парка новая подрядная организация приступила в этом году. И сейчас строительные работы проводятся ежедневно. Как обновляется любимое место горожан, узнали мои коллеги. В Наташинском парке проводится первый этап реконструкции. Задействованы 40 рабочих и 15 машин. Они занимаются демонтажом и подготовкой к заливке бетона пешеходных дорожек вокруг прудов. После чего приступят к обустройству основания под плиточное покрытие, прокладки подземных коммуникаций и установки входных групп. Работаем в пяти точках. Работы выполняются ежедневно. Над каждыми бригадами есть старший человек, который контролирует поэтапно каждую работу, чтобы ничего не пропустить и сделать все, как положено. На втором этапе помимо центральных аллей реконструкция затронет и лесную часть парка. Сейчас здесь роют траншеи для установки нового наружного освещения. В зоне отдыха предусмотрены дорожки для велосипедистов и самокатчиков, площадки для воркаута, места для выгула собак и лодочную станцию. Сейчас на данный момент происходит подготовка к бетону. Здесь будет у нас находиться морская галка, то есть лежаки, где люди будут отдыхать. В настоящее время для безопасности жителей часть парка вокруг прудов и центральной аллеи закрыта. Полностью работы по реконструкции завершат в сентябре этого года. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Артем Морозов. Телеканал ЛРТ. В центральном парке Люберец прошел пасхальный фестиваль Подольской епархии. В этом году в городском округе он состоялся в третий раз. Праздник включил в себя мастер-классы, концерты, театральные представления и выставки. За торжеством наблюдала Анастасия Кладинова. Атмосфера праздника царила во всем парке. Пасху в городском округе завершили масштабным фестивалем. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий поблагодарил всех, кто активно содействовал организации праздника и поздравил жителей округа с воскресением Христовым. Вот в таком добром, хорошем настроении и общении, самое главное общение, мы проводим этот день, наш пасхальный фестиваль. Хоть сам пасхальный день наступил уже три недели назад, но в течение 40 дней празднуется праздник Светлого Христового Воскресения, с которым я всех поздравляю. Весь центральный парк стал большой интерактивной площадкой и каждому нашлось дело по душе. Здесь жители округа смогли сплести корзину из лозы, поиграть в форт Боярд, проверить силу удара и сделать пасхальное украшение. Мы сегодня будем делать витражную пластилинографию. Ребята будут сегодня пластилином рисовать. Вот у нас сегодня будет такая картина, да, это пасхальный кулич, яйца, да, ну верба. Все, что у нас с вами посвящено этому празднику, символы, все они здесь у нас присутствуют. Поэтому получится сегодня вот такая красивая, замечательная картина. Подготовили мастер-класс, пасхальные яйца расписаны из макарон, макаронных изделий. Их детки очень любят закрашивать гуашью, очень нравится деткам, вот в саду мы тоже делаем. И вот сделали мастер-класс, показать на фестивале. Вроде всем нравится. А в соседней палатке гости фестиваля участвовали в мастер-классе по изготовлению свечей из восковых листьев, фитиля, сухоцветов лаванды и вощины. Вот делали свечки только что, тоже очень красиво, тут очень много всего. Допустим, моя подруга делала лебедя, а мы вот сейчас, наверное, пойдем еще много всего делать, очень круто. Фестиваль такой трогательный, нежный. Все, кто работает стендисты, приветливые. Я бы сказала, господи, спасибо тебе за все. Пасхальный фестиваль организован при поддержке Люберецкого благочения и администрации городского округа. Праздничная программа продлилась до шести часов вечера. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Жители и гости городского округа Люберца окунулись в атмосферу 90-х и услышали любимые хиты того времени. В рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» в Центральном парке состоялся концерт памяти Юрия Шатунова. На нем побывали мои коллеги. Эти песни знают наизусть несколько поколений. У многих они ассоциируются с молодостью, первой любовью, беззаботным детством. Легенда 90-х Юрия Шатунова не стала два года назад, но его хиты по праву можно назвать бессмертными. Сами родные, да. Сами детства слушаем. У меня в телефоне закачанный сеть его сборник. Я обожаю его. Привет, в нашей молодости. Ну, не совсем молодости, в наших детей. Мы с нами были несколько раз на концертах. Вживую его слушали. Никак были везде, да. Очень жаль, очень жаль. Ему было 16, нам уже 20, там, 7. Ему с удовольствием слушали. Очень жаль, очень жаль. Большая потеря. Я с детства люблю Юру Шатунова. Культовые песни группы «Ласковый май» представил исполнитель кавер-версии «Искандер». На протяжении нескольких часов десятки посетителей парка пели вместе с ним любимые хиты 90-х. Луиза и Геозырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Конец мая, завершение учебного года не только в общеобразовательных школах, но и в учреждениях, где юные жители округа получают дополнительное образование. Выпускники детской музыкальной школы номер 2 уже сдали экзамены и получили свои дипломы. На их праздники работала Луиза и Геозырян. Тот случай, когда праздничный концерт устраивают сами виновники торжества. Дарья Конькова – одна из выпускниц детской музыкальной школы номер 2. На протяжении 8 лет девушка обучалась на отделении фортепиано. Сегодня отчетное выступление – заветное свидетельство об еще одном пройденном этапе жизни. Учеба прошла потрясающе, и она дает мне только большую веру в себя и в свою мечту. Я планирую стать пианисткой и педагогом. Обучение в музыкальной школе длится 4 года или 8 лет. На этот раз учреждение дополнительного образования выпустило в большую творческую жизнь 40 человек. Возможно, они не все станут музыкантами или не будут свою жизнь связывать с искусством. Но я уверена, что соприкоснувшись с прекрасным, с умением дисциплинировать себя, понимать красоту, они уже обладают каким-то определенным музыкальным языком, что не всем, конечно, свойственно. Мне кажется, это дорогого стоит, потому что жизни в любом случае им это пригодится. В городском округе Люберца открыто 4 филиала детской музыкальной школы номер 2. Обучение проходит по 6 программам. Фортепиано, хоровое пение, народные инструменты, духовые инструменты, сольное академическое пение и сольное эстрадное пение. На данный момент в учреждении проводится набор на новый учебный год. Луиза и Гязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Праздник детства, добра и семьи. В Люберцах состоялся творческий фестиваль «Радуга», посвященный Дню защиты детей. Более 200 малышей выходили на сцену. За выступлением маленьких артистов наблюдали мои коллеги. Сегодня мы с вами проводим ежегодный традиционный уже ставший фестиваль детского творчества. Буквально через два дня наступит лето, долгожданная пора. Дорогие, я вам желаю счастья, крепкого здоровья желаю и, конечно же, много-много интересных событий в течение всего лета. В этот раз площадкой для выступления стал инженерно-технологический лицей. В Люберцах первый фестиваль детского творчества «Радуга» прошел в 2006-м и с тех пор стал традицией. Для детей и воспитателей ежегодный концерт – возможность подвести итоги учебного года. Для детей это большая радость, готовятся. Они очень ждали этого дня. И сегодня многие рассказывали, что встали в 7 утра, в 6 утра спокойно, с легкостью побежали краситься, причесываться, одеваться. Это огромный праздник для детей. И я считаю, что должно быть побольше таких мероприятий для деток. В этот раз фестиваль приурочен не только ко Дню защиты детей. 2024-й объявлен годом семьи. И на сцене малышам помогали родители. Семья Кондрушиных к выступлению подошла ответственно. Подготовили костюмы и придумали танец. Я хочу сказать, что семья – это самое большое счастье. И самое настоящее богатство. Берегите друг друга. А как же без отцовской поддержки? Это же все-таки семья. Тем более дочка первый раз на сцене, и мама в том числе. Поэтому просто не было выбора в хорошем смысле этого слова. В фестивале приняли участие 18 дошкольных отделений и общеобразовательных учреждений. В танцах и песнях больше 250 малышей показали свои умения. Мы танцевали хорошо. Мне понравилось, мы старались, мы готовились. В целом, все хорошо. Номер называется «На цветочной поляне». Он был про то, что цветочки танцуют, свой цветочный танец. Я такая бабочка. Еще у меня жук есть. И у нас еще есть две пчелки. Это наши дочки. Как будто бы жук – это мой муж, а цветочки – ну, это просто… ну, так. На этом фестивале каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим артистом. После выступления зрители щедро награждали аплодисментами, а участники получали грамоты и подарки. В Люберцах состоялся финал ежегодных соревнований «Веселые старты». Так как 2024 объявлен годом семьи, мероприятие прошло под девизом «Спорт и семья едины». В проекте принимали участие воспитанники детских садов городского округа и их родители. Как проходила борьба за звание самых ловких, сильных и смелых, покажем в следующем сюжете. На финишной прямой встретились 12 команд, которые отстаивают честь своего дошкольного учреждения. Перед тем, как попасть в финал, эти малыши вместе с родителями прошли два отборочных этапа. Сейчас предстоит борьба за звание абсолютного победителя. Сегодня в этом зале присутствуют самые сильные, самые смелые, самые ловкие и умелые ребята. Правильно я говорю? Самое главное, что они сегодня счастливые, потому что рядом папа и мама. В этот праздничный день я хочу пожелать вам успехов, удачи, хорошего настроения. Ну и пусть победит сильнейший. В каждой команде по шесть малышей, инструкторы и родители. Мама и папа вместе с детьми выполняют непростые задания. На скорость преодолевают препятства и передают эстафету следующему участнику. Мы пришли со своими детьми детского сада. Мы защищаем 41-ю гимназию Люберецкую, детские сады, которые присоединены. Вот с детками вообще в команде, с мужем. Я считаю, что это замечательный субботний семейный день, поэтому я рада, что я здесь. Это финал больших традиционных соревнований, которые начались еще весной. Сначала проходит отбор дошкольный, потом по кустам дети играют, а это уже финал. Конкурсанты справляются хорошо. Довольно-таки очень сильный отбор в этом году. Дети действительно подготовлены. И очень многие из них сдали уже ГТО и на золотые знаки. Судили выступления спортсменов, учителя физкультуры, люберецких школ и гимназий. После каждой эстафеты они выставляли командам баллы. Всего в финале было предусмотрено 8 призовых мест. Уиза и Газарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Учебный год подходит к концу. Спортсмены городского округа подводят итоги за спортивный сезон. Во дворце спорта «Триумф» состоялись итоговые соревнования по художественной гимнастике среди спортсменок от 4 до 17 лет. Своими достижениями участницы поделились с нашей съемочной группой. Ежегодно в мае юные гимнастки подводят итоги и демонстрируют навыки, которые приобрели за спортивный сезон. К своему выступлению на ковре готовится Валерия Карпова. В этом году она получает звание кандидат в мастера спорта. К этому разряду Лера шла больше пяти лет. Я выступила недовольна собой. Я вроде все поймала, но все было в две руки. И по итогу сделала только две ловли правильных из четырех бросков. Поэтому не могу сказать, что я очень довольна, но нормально. Результаты учебы гимнастки демонстрировали в групповых упражнениях и индивидуальной программе с мечами, булавами и лентами. А за выступлением каждой пристально следили судейские бригады. У нас существует бригада, которая судит элементы тела. Вторая бригада – элементы предмета. Третья бригада – артистическая ценность. Четвертое – исполнение. А после итоговых соревнований среди лучших гимнасток прошли батлы за звание чемпионов городского округа 2024. В их числе и Мария Кучумова. Художественной гимнастикой занимается пять лет. На этом турнире она защитила второй спортивный разряд. Я сначала до этого батла переживала за мяч. Потому что это был мой нелюбимый предмет, а сейчас он стал любимый. Но все равно я с этим батлом хорошо справилась. Всего в турнире участвовали 177 спортсменок. Из них 8 девочек получили кандидатов в мастера спорта. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Тренеры отделения баскетбола спортивной школы «Спартак» проводили во взрослую жизнь выпускников. В этом году поздравления приняли девушки юноши 2006 года рождения. Какой праздник устроили в их честь, покажем в следующем сюжете. Они сегодня не в красно-белой форме, а в вечерних платьях и строгих костюмах. 12 юношей и 12 девушек завершают 11-летнее обучение в спортивной школе «Спартак». В адрес главных героев звучат поздравления и напутственные слова. Не забывайте своих тренировок, своих руководителей, своих родителей, которые вкладывали вас. И все посвятить тому, что вы устали такими прекрасными, хорошими людьми. В добрый час. Очень не хочу отсюда уходить, потому что реально очень долгий пульс здесь был поставлен. И вот сейчас это все закончится. И сам плохо на душе и одновременно радостно. Этот выпуск руководство «Спартака» называет «золотым». В прошлом году они стали победителями первенства Московской области и Центрального федерального округа. Ребята очень хорошие. И мне радует то, что очень много из них хотят соединить себя со спортом навсегда. То есть кто-то попадает в студенческие сборные. Ну вот так вот. В принципе, Малаховский институт физкультуры. Вместе с чествованием выпускников, подведение итогов очередного сезона и награждение лучших команд. По результатам этого года отделение баскетбола «Люберецкого Спартака» заняло третье место в Московской области. На данный момент в спортивной школе азам этой игры обучается более 300 детей. Уиза и Геасариан Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел открытый кубок Московской области по силовому экстриму. Этот турнир стал пятым по счету и собрал рекордное количество участников. Более 40 атлетов со всей России, а также из Республики Беларусь боролись за заветную победу. Наша съемочная группа наблюдала за зрелищными выступлениями. В этом году на турнире по силовому экстриму сразу две новинки. Впервые состязания проходят по весовым категориям. И впервые в них принимают участие женщины. Виктория Яковенко из Москвы быстрее всех преодолела эстафету «Фермерская прогулка» и «Бег с коромыслом». Ее результат – 19 секунд. Да в принципе я не готовилась, я сейчас немножко приболелась. Ну да, так, приехала своей силой проверить и все. Ну еще впереди три упражнения, там посмотрим, победит сильнейший, как говорится. Очень приятно, что все-таки вид спорта такой развивается. Скажем так, эксцентричный для девушек. Центральный парк словно зал тяжелой атлетики под открытым небом. Среди различных снарядов вездеход-трекол. Это тоже своего рода спортивный инвентарь. Участника предстоит сдвинуть с места трехтонный автомобиль. Первый турнир был организован сразу после снятия ограничений по пандемии. Каждым годом становится все популярнее и популярнее. Все больше охват спортсменов. Ну и каждый год видно, что в этом году рекордное количество спортсменов. Сейчас еще будет эстафета, вот будет тяга автомобиля, кантовка покрышки. Так что сейчас отдышимся и продолжим. Ребята очень сильные. С каждым годом уровень растет участников. Поэтому все сложнее и сложнее выступать. Ну и, соответственно, свой уровень поднимаем тоже. Сильнейших спортсменов определили в трех весовых категориях. До 85 килограммов и выше. Для каждого участника этот турнир стал очередной проверкой своих сил и стимулом двигаться дальше. Луиса и Геосериан Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе завершились соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах. Первенство и Кубок России по этому виду спорта в городском округе проходит второй раз. В Токаревском лесопарке собрались участники из разных городов России. Тему продолжит наш корреспондент. Перед стартом участник получает карту, где обозначена каждая контрольная точка. Ориентируясь по компасу и знаком, велосипедисты должны отметиться на всех пунктах с помощью электронного чипа. Так судьи фиксируют время участника за весь маршрут. Главная задача спортсменов в спортивном ориентировании – это как можно быстрее и в заданном порядке найти контрольные пункты. Мы, соответственно, проверяем правильность прохождения дистанции, а они получают распечатку, в которой до секунд каждый перегон расписан. И сразу на финише у него уже есть готовый результат, по сплетам расписан каждый перегон. При выборе карты учитывают возраст, пол и уровень подготовки спортсмена. Протяженность маршрутов разная – от 6 до 15 километров. В турнире участвовали велосипедисты из 18 регионов России. Арина Архипова из Владимирской области соревновалась в номинации «Девушки до 15 лет». Преодолев дистанцию 6 километров за 18 минут, стала победителем в этой категории. Мне, честно, очень сегодняшний день понравился. Карта была интересная, и можно было получить удовольствие от дистанции. Были разгонные отрезки дистанции, и были места, где нужно было сориентироваться, сконцентрироваться, подумать. Я очень рада, что у меня сегодня получилось ориентирование, и получилось все-таки занять почетное место. Спортивное ориентирование требует от участников не только физической выносливости, но и умения быстро и точно ориентироваться на местности. В категории юниоры до 21 года лидером среди девушек стала Дарья Топорова. За ее плечами уже множество соревнований и наград. И сегодня в копилке побед прибавилась еще одна. Мне очень нравится, что у нас каждый раз соревнования в новых местах, каждый раз какие-то интересные новые карты, новые дистанции. В общем, люблю вот эту вот смену картинки, новую местность, новые всегда интересные впечатления есть. Первенство и Кубок России по спортивному ориентированию на велосипедах в городском округе проходили три дня. Всего в соревнованиях приняли участие 279 спортсменов. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, у нас на сайте lrt.tv. До свидания.